Привет, зритель! На днях меня гонял черт фикс прайс. Ну как бы попросили съездить туда кое-что посмотреть, но там этого кое-что не было, а как-то с пустыми-то руками оттуда уходить ничего не потратив, совсем религия запретила. И я внезапно так это купила себе пару вещей и то, что как бы надо. Ну как бы можно сказать, что все практически надо, но гель для душа у меня есть, полтора штука. Ну в смысле одна полноценная и другая половинка. И вот половинка будет с ухода на этот месяц на следующий, вот как раз после этого запишу. И я что-то увидела, мне хотелось посмотреть уходовую косметику мылерыльную за 55 рублей, если еще внезапно есть. Правда того шампуня, который лет 7 назад там продавался давно уже нету. Очень мне нравился такой фиолетовый шампунь, так хорошо мыл волосы вообще. Стоил копейки мыл хорошо. Мы сохранили для вас 100% полезных витаминов, говорит бумажка. Сделано оно у нас 3 февраля, а нет, 1 января. Короче, хрен знает когда оно сделано, но до 3 февраля 23 года оно живет. После вскрытия оно может жить ровно месяц, а потом оно помрет. И вот я буквально вчера это открыла, и мне надо будет, ну там, видимо уже через 28 дней его укокошить. До конца 28 дней его укокошить. Так, 245 мл фитокосметик. Цветочное масло для душа питательное. Че я его вдруг купила? Да, 55 рублей оно без консервантов, упаковано под вакуумом. Супер фреш, свежая косметика с пребиотиками. Видать, пребиотики сейчас очень популярны. Если вспомнить там какой-нибудь Баксдрафс от его, про биодерм или что там у него было. Ну, короче говоря, много чего-то везде этих пребиотиков. Свежевыжатое масло цветов апельсина, абсолют розы, эластин плюс пребиотики. Бла-бла-бла, все такое супернатуральное, все такое суперхорошее, ну там есть какая-то хренатень. Как бы не без нее карамель, которая тут вообще как бы, ну, никому не нужна, а парфюм, который где-то в самом конце. Масло цветов апельсина, пробиотики, бензин, алкоголь, чего-то непроизносимое, карагеман, хрен знает. Короче, какая-то штука, имитирующая жвачку, содиум, хлорид, эластин. А, вот эта штука, это пробиотики непроизносимые, но это отдельная штука. Потом у нас масло, какое еще тут, масло оливы, первым у нас идет вода, потом масло оливы, потом содиум, кока, сульфат, кока, амида, чего-то там, бетаин. Еще какая-то хренатень и масло абсолют розы. Ну, как бы, не супернатуральный состав, я вам скажу. И, ну, я не знаю, я, конечно, могу забыть, может, мне его не хватит, а может, оно и простоит больше, чем 30 дней. И вообще неизвестно, кто его до меня мог открывать, потому что обычно, ну, скотчиком как-то залеплено. Вот, допустим, и фрашевские гелики залеплены скотчиком. Гринмамовские гелики залеплены скотчиком. А тут вот, ну, пришел домой, открыл. Кто мне даст гарантию, что до меня его никто не открывал и не занюхивал там? Или еще до того, как его выставили на полку, может, его открывали и занюхивали там? И что я хочу сказать? Я такая умная Маша, вообще умная Леля. Это у нас почему-то семейное такое говорение «умная Маша». Короче, я такая туда не заходила, даже когда там была в том районе. Это от меня до Тудова, ну, это другой конец, города Углича. Там был написан проход только в масках и перчатках. А у меня с собой всегда была только маска, тут я взяла с собой перчатки, не поверишь, зритель. На кассе человек на меня смотрел, видимо, ну, как бы это, знаете, вот, будто я с гор спустилась. Какой-нибудь Йети. Я зашла в маски и перчатках. Человек сидит на кассе так, в полуспущенной маске. Я так на нее смотрю, говорю, в масках и перчатках, перчаток на ней нет. Она, да-да, у них как не было кондиционера, как они там работают, так и не осталось там. Жарище, в перчатках неудобно, к рукам они липнут, ешкин кот. Так геморрно было, я даже не стала другие места смотреть, думаю, ну, нафиг, побыстрее бы отсюда уйти. Я и так там в полуобмороке стабильно нахожусь, когда я без маски-то с перчатками. Человек, расставлявший товары, тоже был без перчаток, но местами в маске. Никто не был в перчатках, одна я такая, лохушка, поперлась в этих перчатках. По большей части люди были вообще даже без масок. Ну, короче, я вот купила эту штучку гель. Опробовала и, что хочу сказать, вот я ее купила, по большей части, за того, что увидела, вау, масло для душа. В Ифрошета, хорошее такое масло для душа одно время было, ну, как бы понимаешь, консистенцию масла для душа, вот, это обычный гель для душа, это не масло для душа. Вообще ни разу не масло. Если кто им пользовался или похожим, дайте знать в комменты, вот я поближе ставлю. Может, там кто-то смотрит с маленьких экранчиков своих утюгов. Или кофейных чашечек и не может это разглядеть. Вот. В общем, такая штука. Ну, хорошо, в принципе, пенится, так сказать, не настолько, ну, не сказать, что он там, допустим, дофига экономичный. Ну, ничего такой, попробовать за 55 рублей, что бы не это. Он у меня потом в уход пойдет. У меня шампунь заканчивается. Как бы пустых баночек в этом месяце не случилось, потому что вообще, на самом деле, еще ничего не закончилось. Там у шампуня-то осталось еще на раз, наверное, применение. Я сначала думала замутить свой шампунь. Нашла, как сделать жидкое из плотной основы основы. Короче, из мыльной основы у меня рука не дотянется. Но там вот убрано сейчас. Из кусковой мыльной основы жидкую мыльную основу. Потому что жаба меня душит 600 рублей отдавать на литр мыльной основы. На вайбрис. Ну, там 599, что ли. Поэтому я думала, может, как-то это разбодяжить обычную основу. И будет мне счастье. Ну, а потом подумала, а что бы не купить шампунь, если он будет за 55 рублей для моего типа волос. Здоровье от природы. Там было несколько шампуней, но я внизу окно видела кефирный. Я что-то так к нему неровно дышу к кефирному. Иногда я себе раньше покупала. Вилсон косметик. Здоровье от природы. Народная кладовая. Кефирный шампунь за густоты волос. Натуральная кефирная сыворотка и льняное масло. Придаёт естественный блеск. Останавливает. Повреждают волосы. 515 миллилитров. Моть. До марта 21 года он создан. А сколько он живёт? А что-то тогда смотрела. А, 36? Ну, короче, 4 года он живёт. Слушайте, он будет долго жить и счастливо. Правда, 12 месяцев после вскрытия. Ну, я пока его ещё не вскрывала. И он у нас подходит для ежедневного ухода. При необходимости можно использовать с бальзамом-кондиционером для волос любого типа. Вот. Разный фирм. Я раньше покупала кефирный шампунь. И они все хорошие были. Часто Берита мне попадался кефирный шампунь. Короче, посмотрим, как оно. Вот. Если кто-то из вас, зрители, любители фикс-прайсика, покупал и юзал, дайте знать в комменты. Ну, и что, у меня как бы вроде заканчиваются ватные диски. Я не помню, покупала я про запас в Ашане, когда там была сто лет назад. А я не покупала. Ну, как-то так. Я потом ещё в светофор заходила. Но я ничего не буду обозревать, потому что какой-то там у нас углический светофор так напоминать стал конкретно, так, сто процентов практически. Сельский магазин семилетней давности. Вот при Лугах лет семь назад примерно то же самое было. Сейчас при Лугах такой магазин. А они аж карты. Сбернбанковские не только, короче, юзают. Ну, и в общем, я там тоже какие-то ватные диски купила. Тут увидела 27,50 ватные диски, 100 штук. Ватные диски ультрамягкие. Ауропластик. В принципе, выгодно. 80 штук, по-моему, что-то, не знаю сколько, около 30, что ли, рублей стоит. Каждый день этот вашановский. И вроде 35 рублей стоит 120 штук в Ашане. Ну, в общем, я купила себе, в общем, в общем, да, два раза. Так и не буду вырезать даже при монтаже. Я эти диски себе купила. Я не помню, вроде я их такие уже покупала. А может, нет, хз. Ну, в общем, вот такой у меня обзор. Да, я еще себе пакетик купила. Потому что что-то я пошла и понимаю, что у меня пакетика нету. Ну, я спросила. Они мне дали маечку за 2 рубля. На все низкая цена. Там какие-то вещи я видела. Ну, я видела такие же вещи на том же Вайдберисе. И даже без скидки дешевле, чем за 77 рублей. Ну, в общем, я туда зашла. Мне, в принципе, ничего не надо было. Если бы меня туда не послали, я бы туда и не зашла. Ну, с другой стороны, я вот себе шампунчик купила. Не придется сейчас пока ваять себе из мыльной основы шампунчик. У меня вот шампунчик. Всем спасибо за просмотр. Пока! Не забудь поставить палец кверху. Спасибо за просмотр.